Рад вас всех приветствовать сегодня. Меня зовут Митрик Андрей, я являюсь руководителем группы, которая занимается на высочи инвестируя в компании Netcraper. Кто слышал что-нибудь про Netcraper? Давайте кратенько про себя, я не люблю рассказывать, поэтому буквально два пункта. Я разработчик, в последнее время я от разработки ушел, соответственно, поэтому и презентация будет немножечко более архитекторской и более, наверное, аналитической, нежели для человека, который реально этим занимается руками. Но чего вы приходите, я иногда этим тоже занимаюсь, поэтому мне можно задавать некоторые не очень глубокие технические вопросы, на которые я вам могу ответить. То есть, что касается G-метра, что касается Язык Станка, эти вопросы, скорее всего, я попробую с кем-нибудь или адресовать какого-нибудь из своих коллег. А другие вопросы, связанные с проблемами и с аналитикой, которые затрагивали так или иначе нагрузы субсидирования, я, конечно, буду рассказывать. Кроме всего прочего, я еще и являюсь организацией по Java в основном и по софт-венчинерингу. Собственно, про Netcraper. Netcraper — это большая платформа, которая редко продается как платформа, она продается как решение. Представляет из себя большую систему для управления и координации устройств между собой и применяется в телекоммуникационной области клиентами, ну, масштабы. Представляете, это не меньше МТС. Но в России МТС не является классическим кастомером. У нас классические кастомеры — это Тихоокеанский регион и Северная Америка. Что из себя вообще это представляет? Я до этого найду. Давайте начнем с того, что я хочу, чтобы сегодня это произошло. Моя мотивация здесь — это… Сейчас скажу хромолу, за который потом меня будут ругать все. Я буквально месяц назад, когда там Esquad Days был в Москве, видели, наверное, презентацию на этой слайде, пришел на Esquad Days и начал все это рассказывать. И там были, ну, скажем так, мне казалось, что это нешевая конференция, да, стоять туда приходить люди, которым интересны определенные темы. Я просто увидел, что люди не видят, не понимают некоторых ключевых аспектов. И вторым моментом, который заставил меня сюда прийти, ну, помимо того, что здесь бесплатный кофе, мне еще обещали, является то, что я провожу собеседование с людьми и задаю простые вопросы, на которые я ожидаю, что любой куашник, любой тестировщик знает ответ, прямо у него крови он есть. Так, блин, проблемы с этим. Я решил, что давайте-ка начнем сеять добрые, разумные, вечные и начнем с того, что в этой презентации сделаю, ну, такой, introduction. Это очень лайтовая презентация, на мой взгляд. Это можно более жестко здесь рассказывать. Но, в общем, моя тема это довольно-таки лайтовая. Что я хочу, чтобы возникло у вас, чтобы у вас было представление о том, как вообще, какие бывают характеристики для оценки нагрузки инфестирования, произошло хорошо или нехорошо, какие, собственно, проблемы бывают, и как добиваться того, чтобы от этих проблем потихонечку избавляться. Я в конечном итоге подведусь к выводу, что провести нагрузку инфестирования нормально, практически невозможно. Ну, по крайней мере, я таких способов не знаю. Вы, наверное, меня разуверите в этом. Потому что я думаю, что здесь есть специалисты. Что мы сегодня будем разбирать? Разбирать мы сегодня будем несколько таких ключевых вещей. Это, собственно, что мы меряем, как мы меряем и, собственно, куда мы с этими вот замерами должны прийти. То есть, вот мы что-то провели, собрали какие-то характеристики. Ну, не буду называть их метрики, потому что это не метрики, это более абстрактные характеристики. И потом эти характеристики нужно с чем-то смачивать, да. Нельзя просто так сказать, что мы провели замер, у нас все нормально. Нужно сказать, у нас мы провели замер и по сравнению с чем там, да, это нормально. За исключением того, что мы имеем, мы заберем призвание. Это все понимают, правильно? Ну, давайте так. Non-functional requirement, да. Это ведь все знают то, что такое. Кто сомневается, что знает? Нет, на самом деле требования. Смотрите, есть solution какой-то, продукт. И он ожидает, что будет выполнять то или иное действие. Например, если мы автоматизируем работу оператора связи, то там есть специальная обычная девочка, которая принимает звонок, и этот звонок аккумулирует в некую заявку. Кстати, на слайдах будет иногда виднется такой термин, как «корда». По-русски это заявка. Что это из себя представляет? Например, звонит человек, говорит, я хочу провести себе кабельный интернет по адресу улицы Ивановская, дом 36, квартира 55. Это все принимает девочка, она смотрит, там, не знаю, в лучшем случае какой-нибудь каталог, в котором расписаны адреса, к которому уже проведет кабель, а в худшем случае она эту заявку оформляет в бумажке. Так вот, мы эту худшую ситуацию не рассматриваем, а рассматриваем, когда у нас все более-менее автоматизировано. То есть человек заводит заявку и говорит, я хочу по этому адресу провести интернет с такими-то характеристиками. В это же самое время система сама декомпозирует эту задачу на несколько подзадач, ну, на несколько подзаявок. Эти подзаявки сваливаются в специальные рабочие места специальных людей, например, там, монтажник, администратор ЛВС, кто там еще, менеджер по продажам, да, все это сваливается им, и у них такой ташбордик появляется. Они в этот ташбордик могут кликать и сслеживать состояние своих таск. Это я говорю очень условно, потому что таски – это, ну, не самое клевое, что самое сложное, что есть у таких систем. У них есть еще биллинги, у них есть еще всевозможные оптимизации, у них есть всевозможные акции и так далее. Вот, всем этим занимается, в частности, платформа NerdCrate. Она базируется на Java, плюс, ну, к ней прикручена куча сортоватик компонентов, там, GVT, Spring, все это вертится на оракловой базе, но разных версий, потому что платформа тоже эволюционирует. Так вот, вот эта заявка сваливается в систему, система ее декомпозирует, раздает по дашбордам каждому человеку, приходит, там, звонит монтажник, говорит, я готов к вам пить в 12 часов дня и вам проштравить стену, да. Он приходит, реально штормит, отмечает, я проштравил стену, там, стоимость такая, это все это сваливается в нужную запись в базе данных. Потом звонит еще какой-нибудь человек, говорит, я готов там провести вам кабель. приходит с одним кабелем, переключает на нужном, в этом компоненте нужный портик, и этот порт ассоциируется с каким-то адресатом. Все, как-то, да, заявка выполнена. Вот это все автоматизировано, и вот эта вот заявка, которая по системе проходит, она, ну, у нас, по крайней мере, выполняется крайне долго. Но крайне долго, чтобы вы понимали, это, ну, от 5 до 25 минут, например. Такая средняя, средней большинство заявочек. Так вот, и представим теперь, что в этих заявках у нас на МТС поступает очень много. Ну, очень много, это сотня. Сотня за, допустим, теперь часа. За день это будет 500, за ночь там чуть-чуть поменьше, потому что у нас ночью не все работают. Так вот, вот это все нужно понять, как система будет себя вести в тот момент, когда, извините, я не переключил слайдер, в тот момент, когда вот заявка, эти 100 заявок, 500 заявок попали в систему. И non-functional repyment — это не то, что заявка отработалась, да, и в нужном месте появилась нужная галочка, и нужные статусы проставились. Это функциональные требования, а не функциональные — это то, насколько долго пользователь ждал, насколько система там просадила свой input out после того, как мы нагрузили ее должным образом. Это, в конце концов, если подходить от перформанса, это как выглядит, насколько человеку комфортно здесь поработать. Ну, и еще какие NFR бывают? То есть UX. Перформанс. Что еще? Чувствую, ужаснули. Стресс. Что? Стресс. Да. Ну, да. Стресс еще. Вот. Это то, что касается NFR. Теперь про NFR, я надеюсь, больше не будем возвращаться. Еще что? Ну, я говорил UX. User experience. Отвержение еще. А что это имеется в виду? Ну, имеется в виду среда, по которой… Такие требования к ней бывают. То есть определенные характеристики железка. Ну, да. Совершенно верно. Плюс еще я бы к этому NFR добавил не саму железку, на которую она работает, а с которой она сопрягается в том числе. Потому что… Я потом расскажу, потому что у меня будет мега-картинка, что не только NFR, на котором, собственно, заявка выполняется, важен, но и NFR, на котором вокруг нее, потому что такие системы, они интегрируются очень часто. Они сами по себе не работают, но выделены на серваке. Ну, и, наконец, я бы хотел отметить такой момент. Вот последний четвертый, предпоследний четвертый пункт. Это про environment, на котором тестируют. Мой опыт в NFR показывает, что ключевые проблемы… То есть основная проблема, из-за чего, собственно, все проблемы дальнейшие появляются, то, что мы не можем проводить нормальные тестирования на production environment или, похоже, на production environment environment. Ввиду этого приходится совершать различные страшные действия, которые не поддаются никакому, скажем так, логическому донесению до других людей до тех пор, пока он в это не втыкается. Например, один из таких моментов – это пересоздание, например, там, двух с половиной тысяч компонентов, двух с половиной тысяч объектов, у которых один ключик поменит съезд на новом. Оказалось бы, ну какая ерунда. Но, на самом деле, это производит настолько шаломляющий эффект на систему, что просто все наши тесты там вылетают вдруг. А на production никакого не наблюдается, и наоборот. Теперь про цели, да, что мы хотим. Вот мы написали кучу тестов. Но, на самом деле, про кучу я со зла сказал, потому что мы не пишем много тестов нагрузочных тестирований, мы пишем ключевые тесты, которые либо хорошо нагружают систему, либо которые отвечают требованиям пользователя с точки зрения бизнеса. Если пользователь, там, в 5% случаев выполняет какое-либо действие, и оно не очень, там, нагружает систему, то мы, скорее всего, на него таки забьем, потому что нам очень дорого будет его поддерживать. Эти тесты, они должны быть, что называется, durable. Они должны работать даже когда система, там, еле-еле дышит. Эти тесты не должны вываливаться. Ну, и в том числе очень большие накладные расходы на, собственно, инжекторную систему, которая эти тесты продуцирует. То есть она реквест туда посылает, и если вы знаете, как запускались джеметры, то вы увидели, там, по процесс монитору, что он отжирает, там, довольно много. А если мы, там, умножаем это на тысячу, сколько мы хотим сесть и одновременно держать, то мы уже упираемся в лимит на, собственно, инжекторе. Это большая проблема. А выход отсюда ферма. Ферму менеджерти еще рассложнее. То есть инженер это уже не подтянет. Это приходится какого-то айтишника вытаскивать. Так вот, значит, цель нагрузки питания, во-первых, это перформанс. Мы хотим знать, насколько высок потолок наших тестов. Второе – это скалабилити. Вот мы на нашем тесте провели испытания на 500 пользователях. Ну, на 500 юмиков, неважно, запросов. Мы хотим знать, насколько будет это проблемно на тысячах, на полутора тысячах и так далее. То есть мы, не имея возможности на нашем environment, а причина этого в том, что наш environment может отличаться от продакшена, заключается в том, что мы просто физически не можем загрузить до 1500 заявок, потому что наша система просто валится. Дальше – дурабилити. Дурабилити – это понятно, это просто насколько долго наши решения способны выдерживать определенного рода нагрузку, определенного уровня нагрузки или определенного профиля нагрузки. Ну и вылабилити, насколько система вообще готова удовлетворить наше требование. Пользитель приходит, если он ожидает ответа на заявку на свой репресс в течение 20 секунд, то, наверное, это не очень хорошо показать. Ну и немного регрессии. От регрессии никто не застрахован, и наши нагрузки с тестированием на игрокере тоже. То есть мы проверяем, насколько те или иные тесты ведут себя хорошо по сравнению с тем, что было раньше. А раньше у нас это две недели обычно. Теперь схема решения. Теперь картиночки. Есть сервер. На этом сервере есть несколько пользователей. Эти пользователи имеют различные предпочтения. Кто-то работает раньше утром, кто-то работает поздно вечером. Но в целом эти пользователи продуцируют определенного рода нагрузки. Мы можем эти пики видеть, можем этот профиль снять. Для этого есть аксесс-логи, правильно? То есть мы на продакшен просто залазим, вытаскиваем, что там нагенерили, делаем эксидон какое-то приближение и говорим, что максимальная планка, сколько они заявок делают, это вот срез за двух до трех, например. Ну и смотрим еще то, в какой адрес они долбятся. Из этого делаем вывод, что они с этим делают. Этих пользователей становится гораздо больше. Но здесь есть такой момент. Вот эти пользователи заэмалировать их довольно-таки просто. У нас эти скрипты работают довольно-таки успешно и никто на них не жалуется. За исключением того, что функционально они иногда ломаются. Ломаются они, к сожалению, без обратной связи. То есть на продакшене эти тесты, они уже, ну не тесты, извините. На продакшене эти сценарии уже деприкейтут, они используются крайне редко или вообще не используются. А ввиду того, что изменения все с продакшена приходят к нам с некоторой задержкой, мы продолжаем их гонять и ввиду этого эмулируем неправильную нагрузку. Об этом тоже я расскажу чуть попозже. Но, как бы то ни было, давайте считать, что мы находимся в идеальном мире и вот эти все пользователи, они эмулируют, мы их можем заэмулировать. Но здесь есть еще один момент. Вот я говорил, что это решение, оно не только выполняет функцию, скажем так, центрального сервера для множества администраторов или операторов, но она еще делает вспомогательную работу по коллекции, как бы это сказать, мы их называем соорцами, на самом деле это просто логи. Логи и статусы того, что произошло на стороннем инвариуме. Вот здесь вот просто еще одна машинка, которая периодически опрашивает нетворк-элементы. То есть это раутеры, это всевозможные свечи и всевозможные коллекторы. Она, кстати, статусы коллектит и в какой-то момент времени кто-то нажимает кнопочку «я хочу, чтобы вот эти изменения отражались теперь в центральной базе». То есть это своего рода миграция. Миграция данных, чтобы вы масштаб бедствия представляли, это несколько гигабайт за пару суток. Такая машинка может сгенерить несколько гигабайт. Они упаковываются, естественно, но потом это все нужно распарсить, если мы попали, а скорее всего мы попали, потому что это везде XML. А потом все это нужно еще и, как так сказать, замигрировать в базу. Вот эта вот штука, она крайне сложна. Она сложна не для самого вот этого солюшена, она сложна для конкретной компоненты. А компоненты — это база данных. То есть вот этих вот штук у нас порядка 20 разных интеграций. Мы их называем интеграцией, собственно, передачей сортов, передачей логов на центральный сервер. Ну и их дальнейшая актуализация. Здесь еще кластерная система изображена, вот эти маленькие нодики. Они тоже, мы стараемся их конфигурировать так, чтобы это похоже было на проб. После этого есть база данных, в которой есть еще свой сторидж. Немножко разные компоненты. Вот. И чтобы вот это вот все решение каким-то образом протестировать, нам нужно снимать характеристики, ну, практически с любого компонента, но за исключением вот этих вот интеграций. Мы вот эти вот штуки справа — это, на самом деле, железная реализация, и она представляет в себе полностью комплектные машины. И на них можно там запуститься, их можно профилировать, с них можно даже, к ним можно с джейстеком подключаться, но мы таких вот железок у себя держать не можем, потому что они специфик. Поэтому мы их заставили, и эти интеграции, на самом деле, выдают нам то, что было на продакшене там, ну, с каким-то гэпом назад. Поэтому наши интеграции, они условные-условные синтетические. Нам главное, чтобы мы вот этот вот solution нагрузили должным образом. Так вот, представьте себе, что пользователь в 8 часов утра приходит, делает все свои задачи, которые он делает своими руками, а перед уходом в 7 часов нажимает кнопочку, а теперь, пожалуйста, все то, что за сутки наинтегрилось, давай ко мне, закачая вот эту базу, чтобы я утром пришел и увидел там все состояния инотворка элементов. Кому-то принесли вкусную штуку. Я рекомендую признаться, потому что она не уйдет. мне кажется, она обиделась. Ну, шутка. Вот. Я остановился на том, что мы хотим снять характеристики со всех вот этих вот девайсов, за исключением интеграционных элементов. Ну, а теперь, собственно, проблемы. Та проблема, которую я на собеседовании практически всем задаю, говорю, смотрите, вот есть у нас environment. Мы этот environment склонировали, условно говоря, если мы считаем, что мы можем запланировать этот environment. И у нас есть тестовый стенд и есть у нас прот. И на проте именно в тестовом стенде мы попытались, попытались, учитывая все наши возможности доступа на прот, симулировать такую же нагрузку. То есть мы взяли и все эти интеграции подключили. Мы взяли и симулировали столько пользователей, сколько на проте живет в определенный момент времени. И после этого увидели, что некоторые ресурсы, но некоторые характеристики системы, они отличаются. То есть мы одинаковую нагрузку на проте с вами и на наш тестовый стенд. А утилизация Input Alpha, например, на ODB, на Oracle, она включается там на порядок. Проблема. И вот эти вот сложности все время приходится разруливать. Ключевой момент в том, что мы не можем получить тот же самый environment, мы не можем получить тот же самый down. Потому что на продакшене там бизнес-сенситив информации, которые просто так не выдают. Ну, может быть, и выдают, но, наверное, после этого приходится отвечать перед законом, почему она у нас появилась. Вот, вам подумайте, каким образом можно вот эту вот ситуацию раскрутить, да, 88 процентов. Смотрите, на SVT мы наблюдаем, SVT – это стресс-волием тестирования. Ну, то есть это то, как называется мой отдел, в котором я работаю. То есть это реализация нагрузочных скриптов, это контроль нагрузки на продакшен и отслеживание всех прогрессий, которые там есть. Плюс еще аналитика, которая включает себя, в которой заключается, наверное, 80 процентов вообще моей работы. Так вот, на нашем тестовом стадии мы видим большую утилизацию, да, мы говорим, проблема, проблема, сейчас мы выкатим этот solution на прод, и у вас все встанет. Потому что вы тут накатите еще какие-нибудь свои… включите еще какие-нибудь интеграции дополнительные, которые мы не знаем, что там есть, и все свалится. Ну, и ваш хваленый NAPAR будет невыполнен. То есть пользователи не будут ожидать, там, в течение одной минуты, пока у них там зарефрешится какая-то крутилка на страничке. А на продакшене мы это выдаем, и оказывается, что там 8 процентов. Это плохо или хорошо? Это плохо. Почему? Хорошо, это плохо. Теперь, все согласились, теперь наоборот, да. На продакшене мы не наблюдаем никаких аномалий, ой, на SVT мы не наблюдаем никаких аномалий и говорим, «Все у нас нормально». А на продакшене, как раз, ситуация наоборот. Причем, вот, я за последние 4 месяца столкнулся и с этой, и с другой, и с прямой, и с обратной ситуацией. Причем и в том, и в другом случае было много вопросов, почему, собственно, это так. И каждый раз приходится эту ситуацию раскручивать, и, собственно, то, почему я, собственно, сюда пришел. Я хочу, чтобы вот эта точка зрения была донесена, что выравнивать два environment – это такой большой довольно-таки труд, про который я могу рассказать. Дальше. Собственно, отличия, да, из-за чего эти отличия возникают? Ну, во-первых, это разные железы. К сожалению, продакшен стоит чуть дороже, чем обычная машина, чем пластерная машина, которая доступна в России. Поэтому ее купить просто так нельзя. Мы пользуемся китайскими подделками дешевыми, раз в 10 дешевле, но которые как-то похожи по определенным характеристикам, по бенчмаркам на продакшен. Дальше. Второе отличие – это разные данные. Я бы даже сказал, что если с железом можно жить как-то, мы можем эти действительно бенчмарки прогнать и примерно представляем, как они друг другом флуктурируют, то вот с разными данными большая-большая проблема. Почему? Потому что данные, они все время меняются. Железо мы поставили год назад, и это железо мы можем гонять и хвостом кривов на протяжении нескольких месяцев. И мы знаем про это железо все. А вот эти данные меняются, и пользователи делают совершенно невообразимые вещи. Ну и наши собственные сценарии, они тоже делают невообразимые вещи. Например, наши сценарии, каждый раз запускались, они модифицируют базу данных. Если они модифицируют одинаково все время, то есть они, словно говоря, кликают в один и тот же элемент, к нему что-то добавляют, то через определенное количество запусков, а учитывая, что наш СВТ – это несколько тысяч ордеров, прокинутых через базу, этот объект становится просто невменяемым, его невозможно потом не то чтобы отобразить, его невозможно поселектить. Ну и, наконец, случайный сценарий – это тоже такой кейс, который всплыл совсем-совсем недавно. У нас Legacy Code, как это не парадоксально, на СВТ, то есть я плохо представляю себе, как эти тесты работают некоторые, но вот стали раскапывать и совсем недавно обнаружили, что у нас есть сценарий, который навигируется по инвентарике. Но это просто каталог. То есть есть, что там есть, у нас есть геолокация, у этой геолокации есть Ситис, у Ситис есть билдинги, билдингов есть и что-то еще. Так вот, у нас есть такой сценарий, который просто раскрывает все эти комбо-боксики, условно говоря, и каждый раз это делает бодренько, рандомом. И, как вы могли догадаться, на первый раз он открывает локацию, в которой 5 элементов, во второй – 5000 элементов. И, соответственно, у нас min и max, они просто разъезжаются к чертовой матери, у нас average становится похожим. Но, в общем, вы понимаете, что это не поддается анализу, когда рандом там. Вот, это мы тоже откопали и получше будем переписывать. Так, дальше. Теперь про разные профили. Профили имеются в виду нагрузки. Вот, не знаю, давайте еще раз вопрос вам на подумать. Вы тут немножко зауныли. Смотрите, есть та же самая система, которая обрабатывает множество запросов. И нам говорят, на продакшене, на этой системе, нагрузка выдерживается 85%. Ну, блин, что я сказал? Ну, сейчас. Утилизация там чего-нибудь, чего-нибудь – это, например, CPU. CPU – Application Server. Оно 85%. Мы эти 85% приняли как приказ к действию, взяли и сделали так, чтобы эти 85% на нашем SET-стенде тоже эмулировались. И заметили, что система после, там, трех часов работы приходит в негодность. То есть система не готова к такому процессингу. И оказывается, что 85% на самом деле – это бес попутал кастомера, а на самом деле 85% – это просто он увидел, что в пике. Сар выдал 85% и он – everybody lies. Вот. Everybody lies. Customer, Apple, Lyser, Everytime. Вообще. Мы потом это вырежем. Я еще хочу немножко поработать на трекере. Черт, по-моему, шутка. Шутка тоже не зашла. Ну, в общем, ребят, если вам нужен нагрузочный тестировщик, то примерно через две недели я, наверное, после публикации видео можно будет мне звонить уже. Паразитная нагрузка. Паразитная нагрузка. Паразитная нагрузка, помните, я вот эту систему рисовал с людьми, там много-много было бабушек, которые что-то кликали. Девушек. Ну, девушек, да. И еще справа были такие нетворк-элементы. Так вот, иногда так получается, у нас, по крайней мере, что во время замера происходит так называемая паразитная нагрузка или на продакшне происходит паразитная нагрузка. Причем на прозе мы это, заметьте, практически не можем. Мы просто видим, что система нагружена чем-то. На SVT, ну, на нашем стаде мы, там, боги и цели, мы его перебутим, мы его обнулим, мы его заслажбекаем, ну, и так далее. То есть мы с этой паразитной нагрузкой у себя можем бороться, а на продакшне не можем. Поэтому приходится иметь в виду. Так, ну и неправильно выбранный сценарий. Я уже вот тут заикнулся про то, что сценарии на продакшне могут не работать вообще-то, ну, и вообще на акцептность тестирования они тоже будут скипаться. А у нас они, к сожалению, работают. Ну, и плюс еще я бы хотел сказать такой момент. Озвучить такой момент, который до меня дошел не совсем давно. Что расширять тестовую базу для нагрузочных тестирования не всегда правильно. Мы с этим столкнулись, когда начали раздувать активно и написали там N пополам сценарий дополнительных. Мы сняли действительно профиль, увидели, что этих сценарий у нас не хватает. Мы добавили их в наш профиль, начали их тестировать. Они начали отваливаться у нас. То есть каждые две недели мы тратили там по два мандия, человека дня, на то, чтобы эти сценарии починить. Это обернулось той проблемой, что мы просто не успевали проводить эти замеры. Мы все время их чинили. Потом мы их просто выключили и оставили только тот сет, который, во-первых, стабилен, а во-вторых, тот, который еще и хоть как-то нагружает систему и имеет адекватное значение для кастома. Ну и, наконец, вот такой вот момент. Представьте себе, что мы делаем замер какой-нибудь нагрузочный. Я думаю, что этот график по секундочке можно убрать. В общем, просто какой-то отмер некоторой характеристики по вертикали от времени. В какой-то момент мы видим некоторую пиковую нагрузку. Можно посчитать, что эта пиковая нагрузка, она является некоторым показателем того, как наш solution работает. Так вот, очень часто мы сталкивались с тем, что это просто результат неправильного, как это сказать, неправильного конфигурирования стенда, потому что система там после ребута, она начинает кэши поднимать. И эти кэши влияют на то, как мы респонсим, как мы выделизируем центральный процессор и так вот. Так, теперь про тесты. Про тесты, по-моему, я уже рассказывал про дневные и ночные замеры. Это просто баланс между интеграциями и баланс между пользователями. Одно дело, когда пользователи 400 штук и они кликают в одинаковые кнопочки, а другое дело, когда мы еще ночью загружаем туда 30 гигабайт необработанных софтов. В этот момент пользователи реально будут страдать. то есть они будут время уходить не на то, чтобы они монетизировали какие-то продажи, а на то, чтобы они подождали. Это реально большой показатель KPI для нашего кастомера. Ночное время – это те интеграции. Интеграция, помните, это просто миграция данных. Ну и, наконец, наштабирование. Процентики здесь условно, потому что так получилось, что мы на таких вот кректиристиках свои профили наклепали. просто посмотреть, что будет делать система, если мы ее просто выкрутим в два раза. Теперь про то, как мы эмулируем всю эту нагрузку. У нас свой собственный фрейгер, который позволяет нам эмулировать, который позволяет нам менеджить много-много с сессий G-метра. Здесь Application Server, Database и workload-генератор, который эти G-метры все поднимает и в тренд-группах загоняет по десятку сценариев. Внутри там крутится СВТ-фреймворк. Это, собственно, наша поделка, про которую я могу рассказать, но которую я выдать не смогу, наверное, никогда в жизни. То есть G-метр, плюс SAR-эперфейс – тоже наша поделка. Это просто рапер вокруг SAR-команды. Ну и Харвейст еще. Так, это все перечисления с красивыми картинками. А теперь что делает, собственно, СВТ-ф? Это управление профилями тестов, запуск, создание отчетов и предварительная проверка реквизитов. То есть готова ли база, хватит ли мне места для того, чтобы вот этот гэп, который генерируется за 10 часов замеров, засунуть нас в table space, ну и так далее. Плюс еще вот эта вот самая рутина, наверное, да, сбор логов, статистики. Там нодов 8, все это пока руками прокликаешь. То есть это эволюционная система, которая появилась довольно-таки давно. Она не продуктизирована пока что еще, но я надеюсь, что в скором времени мы все это сделаем. Так, и теперь минутка планирования. Большая головная боль, которая была, по крайней мере, у меня лично, я не страдаю мигрениями, но головные боли у меня появились, стали появляться довольно часто. Это вот, чтобы тысячу заявок обработать за ночь или за день, нам нужны еще некоторые переквизиты. То есть в базу нужно добавить там локации, в базу нужно добавить, условно говоря, какие-то характеристики, которые будем потом использовать. И все это я назвал дата-генерацией зелененькая. Эта дата-генерация, ну, кстати, такой казус произошел совсем недавно, что дата-генератор у нас работал сравнимо по длительности с самим, собственно, замером. Мы стали в этот генератор смотреть, оказалось, что у нас там просто есть лок. Мы выкручиваем эту генератору thread number, то есть проявились и говорим, давай теперь в 10 поток, какая-то разница, генериты разные. Он, конечно, 10 потоков хушает, пытается, честно, 10 потоков создать, 10 потоков создает, но они все встают в очередь. Время вообще не изменялось, но оказалось, что действительно там лок есть на объекте. Кстати, объект – это физлокация. То есть есть у нас физлокация. И почему-то этот генератор влез туда. Он брал лок на этот физлокер, пытался бы что-нибудь засунуть, видел, что там залочено и отправился. Вот. Собственно, по времени. Дата-генерация у нас сейчас занимает 4 часа. Замер – это варьируемая характеристика. То есть мы вот эти границы начала-конца мы можем туда-сюда двигать, и в зависимости от этого наш фреймвер будет генерить больше или меньше нагрузку в единицу времени. После этого анализ – это, наверное, самое интересное. Надо посмотреть, что было. Ну и после этого флэшбэк. Кто значит, что флэшбэк? Флэшбэк. Да. Откат базы данных. Я просто, когда на sqd задал вопрос, то ли они стеснялись, то ли я выглядел страшно слишком, что буду сейчас троллить. В общем, флэшбэк – это просто простая операция рокловая, которая позволяет вернуться в состояние базы данных. Ну и после флэшбэка у нас зацикливается вот этот вот замер. Ожидается, что флэшбэк, он исключает дата-генерацию. Там мы сделали один раз дата-ген, ставили туда рестопоинт и после этого к нему возвращаемся. Есть некоторая проблема, да? Кто занимается нагрузочным тестированием, тот знает, что вот этот вот сценарий – это на самом деле best practice только в некоторых случаях, правда? А когда это нельзя делать? Ну, то есть я говорю, что, ну, я откидываем со счетов кейс, когда мы бэйзлайн делаем и боевой замер, да? Когда действительно флэшбэкать нужно, потому что мы должны дата-бэйс иметь в одинаковом состоянии. А когда нельзя делать флэшбэк, тогда надо еще где-то генерировать. Ну, дата-генерировать, условно. Компастическое тестирование имеется в виду, когда база растет. Да, совершенно верно. Это… Масштабирование. Ну, масштабирование… Ну, масштабирование в плане размера базы, размера данных, конечно, да. Вот. А во всех других случаях, наверное, проще флэшбэкаться. Ну, учитывая, что флэшбэк у нас занимает, там, какие-то копейки в часах после них с замерами, то это действительно самый правильный способ. Так. Про процесс замера. Здесь несколько слайдов таких более менеджерственных, более продающих. Я не хочу это продавать, я кратенько расскажу, что я имел в виду под этим слайдом. Процесс замера у нас очень сильно формализован. Да. То есть мы к замеру не приступаем до тех пор, пока мы не уверены, что у нас реквизиты все готовы, и что мы отправим ничего не ждем. Проект – это фактически не мы, мы предпоставщик влуг. То есть к нам приходит проект, говорит, вот вам, пожалуйста, условный настрекер баксы, за который мы работаем. Вы за эти доллары должны будете сделать что-то. Мы это что-то коммитим все дела, только в том случае если мы уверены, что мы это сможем сделать. Ну, или есть вероятность, что мы это сделаем. Соответственно, СВТ-план, я не написал здесь стратегия, потому что там и стратегия, и тест-план все вместе. После этого подготовка стенда, которая, как это ни странно, как это ни странно, она представляет в себя самую, наверное, сложную задачу, если вообще что здесь написано. Потом новые тесты, если они есть, потом смог тестирования, без которого тоже не обойтись, потому что это крайне дешево узнать о проблемах, которые мы узнаем через 20 часов после начала замены. Хочется узнать через 2 часа, а не через 20. Ну, а потом нагрузка, восстановление базы, если так, кстати, вот этот кейс про капасти планирования, про капасти замеры. Ну, и, наконец, отчет анализ проблемы. Дальше. Здесь уже разделение на структурные единицы. Я, наверное, это скидну. Здесь просто есть аббревиатуры IT, это администратор баз данных, это CTVP, это лейс-инженеры, которые позволяют нам просто эти сервисы. Кстати, тоже за доллары. За наскриканские мои платья, они нас делают инвариант. Потом, собственно, проект, это девелопность, и разработка тестов, выполнение смог тестов, это мы, ну и, наконец, мы обеспечиваем, чтобы этот тест прошел, потому что это вообще-то непросто. Так, сбор, наблюдательный анализ, соответственно, цель нагрузочного тестирования, проверить, что мы в Enofarm влезли, и проверить, если нам заявку такую дали, что мы в Enofarm влезем через некоторое время, через полгода, через год, или просто когда начнется Рождество. Теперь про... Вообще, ребята, интересно то, что я вам рассказываю вот это вот. Это процессные вещи довольно-таки, я могу это скиднуть, и там не стоит скидать. Хорошо. Артефакты, собственно, когда мы начинаем работать? Начинаем работать, как только у нас есть... Ого, сюрприз, сюрприз, стабильный билд. Да, я долго думал, стоит ли это вписывать здесь, и вписал такие. Сегодня у нас пришел стабильный билд, который протестировали кувашники. Важный момент. На который посыпался на сценарии, на прямом. Черт возьми. А, оттуда, собственно, пошло, что, знаете, на самом деле мы этот сценарий не тестировали, в том виде, в котором вы его заскриптовали. Но просто, знаете, мы узнали, что он никому не нужен. Черт возьми. Как же быть-то? Света провалена. Дальше. Step-by-step инструкции. Это очень нужно, когда мы скриптуем сами сценарии. Ну, или если нам просят сделать замер, который не очень привиально с точки зрения юзера. То есть зайти в определенный компонент, этому компоненту проставить нужный сценарий. Сколько определенный степ будет занимать времени. Если он занимает больше времени, то мы, собственно, red flag поднимаем. Да, у нас все это подсвечивается. Дальше метки объемов данных. Это очень важно с точки зрения того, что, опять же, capacity. Что будет, если мы этот workflow, если мы эту процедуру внедрим в наше решение, а потом через некоторое время окажется, что мы запродуцировали 100 миллионов атрибутов. Черт возьми. Я не знаю, что случится. Наверное, просто приду спрашивать непредный вопрос. Так. Железовая характеристика интерпродакшн. Но мы этого шага лишены, потому что мы эти характеристики так знаем. Мы знаем, кем мы будем работать. Ну и продакшн-база, если она доступна. Потому что, если какие-то сложные моменты есть, мы чтобы сравнивали, собственно, на каком датасете работает Pro, на каком датасете будем работать мы. Потому что там мы не всегда можем себе заинфортить. А, и плюс еще важный момент. Я упомянул про то, что мы стабы все-таки используем в некоторых моментах. Не только элементы, на самом деле, живые, а некоторые там FTP, к нему адапты подключаем и так далее. То есть это про backup production базы или environment, которые есть. Ну и, наконец, мы выдаем отчет, который, слава богу, выдает наш framework довольно-таки оперативно. То есть он проходит по всем степам наших сценариев, смотрит, сколько был response time, и этот response time сравнивает на фар. То есть логика у него прямолинейный конечный автомат. Ну и выводы о техническом состоянии. Это расширяемость, durability, space usage, ну и так далее. Характеристики, которые вообще могут иметь смысл трекать. Ну и в первую очередь мы трекаем это для себя. Для того, чтобы понять вообще, стоит ли там раскапывать инофары, если эти инофары немножко вылезли. Или стоит забить, сказать, что так вот оно и есть, потому что функциональность просто расширилась или там просто база данных разрослась. Такс. Это мы скипаем метод производительности. Кто запускал SAR когда-нибудь? SAR, AVR, AVR. Ну мы в основном используем два основных отчета. Это SAR, который железные характеристики снимает. Причем снимает их со всех нодов, ну не только нодов, со всех компонентов системы, на которых можно дотянуться. Плюс еще все, что может выдать Oracle и плюс все, что может выдать еще Java. То есть это все трейсы, это все heap dump, если того требует, ну и плюс еще все Oracle memory usage на конкретной сессии. Это очень важно, в том числе для durability. Не знаю, если про Java memory leak, Java memory leak мы отслеживаем довольно легко, то Oracle мы отследить, конечно, можем, а вот раскрутить его нельзя, потому что Java open-source, а Oracle, он сразу вообще не мониторится никак. Ну и парочка отчетов, которые мы делаем. Это слева, это просто перстантили по response time, сколько Innofarm было пройдено и там условно характеристика для менеджеров, которые говорят, это хорошо, это плохо. Дальше scalability, ну и, наконец, сравнение по Innofarm и по качеству тестов. Это всего лишь выборка из разных таблиц, разных view. Ну а, наконец, вот вам такой example. Я надеюсь, это будет видно. Смотрите. Задача формулирована следующим образом. При вертикали это тесты. Тесты условные. А эти тесты бегут определенное время. Это их duration. Ну, execution time. Вторая характеристика на каждый дроп. Дропов всего у нас четыре. Ну, это просто production, какой-то кандидат. Есть статус. Их статусов бывает, так как памяти, штуки четыре. Первый — это Normal, Error, Warning и Terminated. По-моему, здесь его, кстати, нет. Да? Terminated нету. Ну, что? Удачный замет был. Удачный замет был, да? Terminated. Ну, просто мы увидели, что все нормально и быстро терминировали. Чего время терять? Да? Нормально. И как его там? Вот. Вопрос. Давайте начнем с общего анализа. Что мы видим? Я не просто так спрашиваю. Я просто тех людей, которые приходят к нам на собеседование, просто, ну, как это сказать, проверка на профпригодность. Да? Вот есть у тебя табличка со статусами. Что вы можете про нее сказать? И половина людей отсеивается вот на этом этапе, да? То есть они не могут проанализировать того, что, в общем, может быть, я что-то неправильно объясняю, но, в общем, я рассчитываю, что такая табличка анализируется очень легко. Давайте по горизонтали пойдем. Тут, кстати, горизонтальной клинии-то не видно. Ну, в общем, можно считать, что вот это вот, каждое время это отсечка. Давайте первый. То есть нужно найти баги, куда раскапывать. Давайте, кто нашел первый баг, говорите там по горизонтали, по вертикали номер колонки и объясните, почему. Дробь 2-2. Дробь 2-2. Ну, я не знаю, когда были эрроры и стало нормально. Надо подумать. Вот это? А что с ним? ну я пока что услышал один бак все что ли вот это и что но горный дворник там но какая-то ошибка что мы регрессе ищем ворнинги и роли но это я сказал что это задача вопрос для кулашника это вопрос для студента это не увлечения лимит по времени 8 часов я думаю что это никого не успокоит откуда 8 часов как вы думаете рабочий день для нерабочая ночь где 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 а вот это вот 11 минут и 5 секунд и два часа ну что я могу сказать это правда жизни она реально так вот на взорвалось один раз что длительность теста отражает насколько долго работала процедура процедура 12 минут потом единственно потом два часа потом 7 часов на самом деле таблица больше и она еще как орган организуется в другом отчете мы не будем посмотреть на что не поместить просто я потом расскажу как анализировать могу рисовать но в общем здесь смысл такой что они будем считать что они независимы то есть они есть ван вай ван работают но по горизонтали ладно в 12 11 два часа уже как барахну да уже надо думать через такое а потом а потом да контрольный выстрел в голову 7 часов ребята не дофиксили что-то дофиксили еще дальше потом парочку минорных фиксов закинули нормальные долго долго и качественно ну кстати смотрите в ординге были да я могу суду сейчас эмоции проявить в ординге были потом стал нормально но такие ёлки-палк вот два часа плюс два часа или комбинатор были это хорошо или это плохо черт возьми надо думать я ставлю что два часа 10 минут они просто пофиксили в эту проблему стали процессе те данные которые раньше не процессили и теперь стали работать два часа а вот после того как они до семи часов заколапсили нас то скорее всего они просто допустили бутылья не оптимальный запрос ну конечно то есть нельзя вот то есть наш садожник он скорее всего это не проанализирует он может идентифицировать степа может идентифицировать сразу запрос или там рутину который там работал но скорее всего он чечни видит потому что мы в сорс-код не лезем и наверное правильно что не лезем completed normally completed with errors это сползло да там indentation просто неправильно на самом деле относится ко второму снизу тесты в строк да да горизонталь на разных дропах я услышал две но две проблемы одна сплошная проблема 12 минутами который выросло до 7 часов надо просто смотреть что там сделали и первое было то что нормальный вординг а еще все что ли тут один такой момент есть очень интересный который пропускает даже и очень сеньорные ребята какой пищи а где 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 26 ворнинге потом стали и 3 часа ну да и растет еще растет 4 часа проблема конечно а еще 10 минут 6 секунд тракет сделали точно нет мне нравится чем смотрите прям вот как будто в наш код она так и было просто не за комментарии когда кусок кода перестал просто отрабатывать мы запускаем там а мы запускаем тесты такие ну чё пойдем чайку типа попьем хопа он уже закончился ёлки-папа ты же как-то расстроились чаек не пропили да ну коллега коллега а вы не ждет крекера нет ладно это на самом деле важный момент когда вроде было в ворниге потом стало нормально плохой тестировщик ну блин все круто промолли хороший тестировщик он будет раскопать я не говорю что проблема я говорю что на это надо обращать внимание здесь нигде нет проблем до до сих пор пока мы не идентифицируем это флажки просто надо понимать куда куда копать и где искать но из таких ключевых проблем я здесь больше не вижу то есть все остальные повторяются так просто 1 или 2 характеристики меняются да там минуты секунды они будут вот ну и дальше бла 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 про то что нагрузочное тестирование нужно проводить это проектов потому что она позволяет достигать как космические корабли поразят просторы вселенной а в конечном итоге я бы хотел такой подвести резюме да потому что этот слайд уже один из последних что нагрузочное тестирование нужно проводить только в том случае если этому есть адекватная оценка с точки зрения финансов ну или с точки зрения эсфертов которые вы вкладываете вот наша нагрузка она себе окупает пока что она очень дорогая и это этим не пользуются многие проекты а по качественный троп у нас там неготовность нашего инвайрумента и так далее но у нас казалось что этих рисков гораздо гораздо больше просто нашу проект очень большое просто несколько в качестве примеров того что мы в качестве риска указываем вопрос давайте это обычный тест который запускается на меньше дата сете он отреживает это низкая нагрузка и на короткий интервал времени нужно для того чтобы проверить что наши скрипты вообще будут готовы потому что мы приемочная для реквизита для утильи для билда для базы которую нам поставили и так далее фактически мы дублируем кей мы и мы смотрим конечно то есть это это обычный же метр гоняются мы смотрим какие характеристики какие у них там показать он смог из переквизит поэтому мы его трекаем как обычный замер то есть у нас есть боевой замер у нас есть переквизитный замер мы просто смотрим кто выжил больше еще вопросы а плохие результаты анализ хорошего из но в отчеты входят все проблемы которые мы нашли это в соответствии что выбилось из графика мы ожидаем что она отрабатывает за н секунд она работает за 20 это первое это автоматизировано это неинтересно а второе это всевозможные трэд кондишены которые проявляются только при нагрузке кстати у меня слайд был по этому поводу который я наверное скипнул да нам неинтересно что что-то балится по исключению и нам интересно что по исключению которая просто запустила его один сценарий он свалился это неинтересно это куат ловлю если мы делаем такое то мы ничем не отличаемся от куреньков а нам интересно если мы загрузим за тысячу колов что произойдет будет ли он лочится вообще выжить ли он после этого и так далее но мы начинаем всегда с регрессионного то есть мы знаем что было раньше мы знаем что было полгода назад мы их не узнаем сколько сейчас лучше с учетом того что на эту базу еще и раздуваем принудительно синтетически но это то чем занимается ну наверно 60-70 процентов времени а все остальное это всевозможные адхок тестирование новые новые и которые выдали новые данных флор есть причем есть есть матчинг на бейзлайн какой-нибудь то это умножаем на два замера если матчинга нет мы просто смотрим на общий хелс но давайте ну давайте а вот а 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 я думаю вопрос будет связан с тем как мы собственно сегментируем эти нагрузки мы я признаюсь мы тоже так не умеем это вообще никто не умеет делать да я говорю мы смотрим на это решение на на нашем инвариуме и ожидая что в большом проценте случаев скорее всего то же самое произойдет на против но другого варианта нет то есть и машинки что ли держать это 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 capacity мы сейчас в процессе это тоже очень дорогой оказался проект мы делаем бенчмарки на и вармите там и вармите здесь но у нас туда не просто так не пустят конечно то есть а а то есть то есть полностью саппак саппак в том случае если мы уверены что это нужно делаем да мы полностью аппликейшн перенакатываем полностью сервера перенакатываем базу естественно а а что еще все было да да то есть мы снапшотим да мы научились делать снапшоты дешевые технически это погасить базу и пол бэкапс это гзип это стп это баш гзип который не просто гзип потому что он не выдержал наш проверок он сразу восемь часов работал мы нашли паралл гзип он работает четыре раза быстрее а по сети тестирования это когда графики а какие тесты а мы дэй-то дэй прям это не делаем туда входят раздвинные грузки на сценариях это раз а второе это я не скажу объемы данных но характеристики базы то есть просто объемы перегонять разные там в два раза больше в три раза больше это неправильно потому что там могут быть разные данные мы умеем очень правильно смотреть в эту базу и вытаскивать это то есть отрезать из этой базы нужное количество объектов так чтобы это нужное количество объектов в нужную рутину в нужную процедуру попадало это у нас куча скриптов поэтому у нас СВТшник это не куашник ручник а это это инженер боевой боевой единорог который СВЛ напишет и джавку напишет когда надо вот такие вот дела еще вопросы давайте последний мы не хотим ее убить прямо мы Хороший вопрос сейчас попробую ответить конечно а если требуйте и в это не интересно не интересно серьезно зачем ну будет там есть чуть побольше но пользователи это никак не повлияет и я думаю что это почти прямая зависит А вот когда мы оцениваем железо перед покупкой, тогда в полный рост нас напрягают, и мы проводим тесты так, что снимаем все, что вообще можно снять с железа. Ну что, спасибо вам за внимание. Мы вызываем киллеров. Вы находите туда проблему, что у вас система нашла очень много ресурсов. Вы решаете инклюзивно, путем переписывания кода или путем увеличения сервера? Переписыванием однозначно, рефакторами. Другого пути нет. Это выпиливание. Давайте мы еще поставим два сервера, а мы еще выпустим. Нет, у нас и так два сервера, но это... То есть зачем вы все не видите, пустим? Нет, оно файловер, на самом деле. Оно не настолько все упирается в перформанс. Сейчас еще раз сконцентрируюсь. Если у нас проблемный код, мы его рефакторим в первую очередь. Нет, именно вы находитесь в бане какие-то, в которой все они задают... Находим. Да, отлично. Приложение стало хуже работать. И он, допустим, вступает к девелоперам, и они переписывают код, либо вы решаете и доваритесь. Я же ответил, они переписывают код. Все. Без вопросов вообще. Дешевле, да? Ну и то есть проект по upgrade — это несколько лет. Спасибо за внимание. Да. Б Cameron. Продолжение следует...